Около 9 лет назад у меня появился долг, согласно которого приставы описали МАЗа. Был у меня МАЗ, на котором я работал. Не секрет для журналистов, все и все вокруг является источником тем для сюжетов. Вот и сегодня водитель такси во время поездки поделился своей историей, которая не смогла нас не заинтересовать. 9 лет назад грузовой автомобиль Виктора был арестован. Выкупить так и не смог, его продали. С этим он смирился, но парадокс вот в чем. Налог до сих пор начисляется на его имя. Об этом Виктор узнал не так давно. Когда я приехал в ГАИ, взял выписку. Там сумма была больше 200 тысяч. Я удивился, конечно, и спросил, за что такой большой налог. Мне сказали, за МАЗа. Когда я взял документы, проверил, что приставая, продали мою машину без документов. Данная машина числится на мне. Документы, свидетельство ИПТС находится в банке. Виктор писал в различные инстанции. Из прокуратуры пришел ответ. Да, состав преступления действительно имеется. Дело передали следователям, но снова тишина. Ответ один. Ведутся следственные мероприятия по поводу незаконной продажи автомобиля. А налог продолжает начисляться. На сегодня сумма чьей-то чужой задолженности уже около 300 тысяч рублей. Кому он продан, в каком городе и вообще в рабочем состоянии, или же разобран на запчасти, неизвестно. Да и разобраться во всех деталях спустя столько лет непросто. Десять суток дается на то, чтобы погасить задолженность после ареста имущества. В противном случае его принудительная реализация или попросту продажа. Этим уже занимается рост имущества. Для установления стоимости привлекается независимый специалист-оценщик. Если она оказывается ниже 30 тысяч рублей, вещи уходят без аукциона. Если более 30 тысяч рублей, выставляются на торги. В случае реализации арестованного имущества у должника, все вопросы по оформлению и установлению права собственности ложатся на нового собственника, то есть лицо, которое приобрело это имущество с торгов. Но также должник, в свою очередь, может уведомить регистрирующие органы о том, что он больше не является правообладателем имущества и не является его собственником. Только такой выход теперь и у героя нашей истории. А избежать уплаты уже начисленного налога возможно лишь в судебном порядке. И тогда эти 300 тысяч должен будет выплатить уже настоящий владелец. Если его, конечно, сумеют найти. Татьяна Колосова, Евгений Тюнев. Новости Вологды.